Мы находимся в главном танке океанариума, по дну которого проходит 70-метровый туннель. Толщина акрилового стекла 7 сантиметров. Главное аквариум вмещает 2800 тонн морской соли и оснащен сложной системой водоподготовки и жизнеобеспечения. Поскольку океанариум очень удален от моря, мы не можем использовать морскую соль прямо из океана, как многие другие океанариумы. Нам приходится закупать специальную морскую соль, чтобы получать воду, сходную по составу с океанической водой. На наш объем воды нужно около 100 тонн морской соли. В первом туннеле можно увидеть обитателей прибрежных морских вод, стайных рыб и некрупных акул. Данный участок отгорожен сеткой от основного объема главной чаши, чтобы защитить его обитателей от крупных хищников. Зебровая акула. Несмотря на то, что акула носит название «зебровый», на ней леопардовый узор. Черные и белые полосы есть только у молодых акул. Может достигать в длину более 2 метров. Живут до 30 лет. Ведут ночной образ жизни и большую часть дня проводят неподвижно на морском дне. Ночью они активно охотятся на моллюсков, ракообразных и мелких рыб. Хотя большую часть года акулы живут поодиночке. В период нереста они образуют большие скопления. Самки откладывают до нескольких десятков крупных, до 17 см в длину, яйцевидных капсул. Капсула имеет роговые придатки, которыми они прикрепляются ко дну.